Сейчас мы встречаемся в Зоноскворечье, территорией которого проходит вот эта улица от Большого Овчинниковского переулка, недалеко от станции метро Новокузнецкая, и до Большого Татарского переулка. Ну а сама улица Большая Татарская, то есть получается Большой Овчинниковский, Большой Татарский и улица Большая. То есть одни тут большие улицы и переулки. Получается, да? Он такой каламбурный большой. Ну вообще длина улицы около 800 метров, что в принципе не так уж и много, но по меркам центра не так уж и мало. Здесь довольно много совсем небольших переулков и улочек, но вот эта улица, она, ну в общем, у нас довольно средняя, имеется в виду по длине. Названа она, потому что в 17 веке здесь была Татарская Слобода, где действительно жили татары. Вот часть его выходца из Орды, вот из Золотой Орды, собственно, незадолго до этого была Татарская Лига на Руси, да? И, соответственно, частично и Паволжские татарские княжества, выходцы из Паволжских татарских княжеств. И вот они, собственно, тоже, как или иначе, разные путями приезжали в Москву. Вот, ну, по торговым делам, там, как-то дипломатически просто как-то приезжали по разным, каким-то нуждам, потребностям, и многие тут останавливались. Ну и потихонечку оседали, в результате сформировалась вот такая вот компактная поселение Татар, Татарская Слобода. И, соответственно, именно поэтому, ну, естественно, построили не половину честь своя уже впоследствии. Ну и, соответственно, у нас была эта ульта. Что касается сейчас, то, конечно, сейчас, вот, ясно дело, живут всякие люди, не только татары. Ну, может, и татары живут, понятно. Но, так сказать, естественно, как и везде, сейчас мало здесь каких-то компактного проживания в Москве. А ну, может, какие-то там китайские там основы общежития, какие-то, может, центры. А так, в общем, конечно, все перемешано. Но, с другой стороны, мечети здесь есть, и поэтому, соответственно, в большей степени эта улица, она до сих пор остается таким, скажем так, как, ну, не столько даже татарским, сколько мусульманским духовным и культурным центром. Вот, духовный культурный центр, он до сих пор остается. Ну, и, конечно, в значительной степени и татарский. Все-таки многие прихожане мечети до сих пор татары, кстати, духовенство тоже татарское в мечети. Поэтому, отчасти, это название, кстати, и до сих пор современно, актуально. Ну, не только историческое. Вот, ну, именно как татарская Слобода, конечно, давно уже ее здесь нет. В этом плане название, конечно, историческое. Ну, надо сказать, что не всегда улица называлась Большая Татарская. Был период советское время, а именно с 1947 по 1992 год, когда улица называлась здесь Землячки. Сейчас мало кто знает, но это вот такая была революционерка, женщина. Был советский партийный деятель, которая жила в 1876-1847 годах. Ну, опять же, мало кто сейчас знает, но в свое время советская она, так сказать, была на слуху. Ну, не так, чтобы прям революционер первого ряда, нет. Ну, все-таки, какую-то пленую известность она имела. Но они все-таки не случайно назвали улицу. Значит, в настоящий момент улица на всем протяжении жилищно-офисная. То есть, в основном, здесь находятся жилые дома и офисные центры. По преимуществу. Ну, некто социальные организации тоже, конечно, есть, как обычно. Значит, начинается, как я сказал, она от Большого Обчинниковского переулка. Но вскоре пересекается Адобнический проезд. И, собственно, после этого как раз начинается строение на этой улице. И слева мы видим четырехэтажный жилый дом по номерам 3 начала 20 века. А затем идет представительство Кемеровской области в Москве. Двухэтажные здания, построенные до 1917 года. Затем пятиэтажный многофункциональный центр, совсем недавно построен, в 2018 году. И чуть-чуть в стороне находятся трехэтажные офисные здания с мансардой начала 20 века. Ну, мансарда, конечно, позднее, уже в недавнее время построена. И далее слева отходит Руновский переулок. А справа находится большое такое здание многоэтажное, помпезное информационное агентство России сегодня, которое числили по Пятницкой улице. И современный жилой комплекс, купеческая усадьба на углу с Климентовским переулком 2005 года постройки. И, собственно, он числится именно по Климентовскому переулку, который отходит от этой улицы справа. Далее, с левой стороны, находится офисное трехэтажное здание по номерам 13, трехэтажное. Ну и далее бизнес-центр «Легион» в первую очередь. «Легион-2» по номерам 9 2007 года постройки. Затем идет еще одно офисное трехэтажное здание. По номерам 13 – это бывший доходный дом Карповича XIX века. В советское время здесь был насосный завод имени Михаила Калинина, советского партийного деятеля. Ну, фактически здание представляет собой новодел в 2010 году. Когда-то на этом месте был доходный дом Карповича. Но сейчас это уже современное здание, но в старом стиле. Стиле, так сказать, 19-начала 20-го веков. Далее идет еще одно офисное здание по номерам 15, двухэтажное. Это бывший флигель-усадьба Петра Чихачева XIX века. Ну и далее идет строительство нового здания на месте снесенного дома XIX века на углу с Зерковским переулком, который отходит слева. И за ним находится вторая очередь бизнес-центра «Легион-2» под номером 11А 2011 года постройки. То есть тут два из бизнес-центра «Легион-2». С правой стороны находится, ну, соответственно, после перечения с Климентовским переулком электропорстанция Московского метро под номером 18 и 143 года постройки. Ну, суть по всему, питает зеленую ветку метро за Москворецкую. Далее идет 4-этажный жилой дом под номером 20, бывший доходный дом. Танеева, татарин, по-моему, был в начале 20 века. И затем 4-этажный жилой дом под номером 20, ну, уже советского времени, в 1955 году постройки. И надо сказать, что эти дома, они уже расселены, то есть они как бы пока еще считаются жилыми по базе, но, по сути дела, уже они не жилые. То есть они выселены. Скорее всего их снесут и, наверное, что-то построить на этом месте. Затем отходит справа вот эти жилые домов, старый Толмачевский переулок. Потом, с левой стороны, идет несколько кофетных зданий под номерами 13 и 23. Ну, в основном одно двухэтажное. Ну, часть даний старых, а вообще когда-то был весь завод, геоприбор в советское время. Ну, и какое-то время еще и постсоветское время, 90-е годы. Ну, сейчас это все там офисы, торговые, сервисные компании. Ну, в общем, всякая там аренда, да. Вот, соответственно, справа, с правой стороны, идет пятиэтажный жилой дом, номер 24, начало 20-го века. Затем еще пятиэтажный жилой дом, под номером 26, но он в советское время, то есть в 161 году постройки. Ну, то есть, видите, перекликаются и советские дома, и дореволюционные, до советского постройки. И далее за ним, чуть в глубине, идет как раз вот эта самая историческая мечеть, в одной номер 28, мечеть 19-го века. Это вообще считается первой каменной мечеть города Москвы. Ну, и при мечети мусульманского общества верующих собирается, потому что там в отдельном помещении еще за мечети находятся. Кстати, на этом отрезке большая татарская улица, вот около мечети, вот около жилых домов, либо такой отрезок, перекрывается по пятницам во время пятничной молитвы мусульман из 9 до 15 часов. Сами такие щиты, металлические, как часто бывает, перекрываются все, дежурят милиционеры, и, соответственно, движение машин на этом участке прекращает. Ну, чтобы не было конфликтов, проблем, обрехи расстилают, в общем, как обуть, проходит молитва. Далее с левой стороны идет пятиэтажный жилун, ну, по-моему, 25-27, в 1931 году построен чуть в глубине, и далее трехэтажное офисное здание, и, как бы, так сказать, еще там чуть четырехэтажное, ну, чуть в глубине, оно, как бы, сказать, вдоль проезжающаяся трехэтажная, а дальше немножко повышается, там, сзади до четырехэтажных. Такое интересное здание. Но это бывает, на самом деле. Что касается правой стороны, тут идет два пятиэтажных жилых дома в 1930-х годах постройки и офисное двухэтажное здание. Затем, с левой стороны, идет издание телеканала ТВ-центр, известного, да, по-моему, трехэтажное здание с мансардой с 1956-го года постройки. Ну, мансарта, конечно, похоже построена, ну, а телеканал сам здесь находится с 1997-го года, когда он начал свое вещание. Ну, и затем идет большая территория бывшего радиозавода Темп. Вот все здания, вот уже до конца этой улицы, то есть до Большого Татарского переулка, это все бывший завод, в том числе и в глубине квартала, то есть не только вот вдоль улицы, но и там еще в глубине, это все бывший завод радиозавод Темп, который выпускал, в том числе, и с неминитый перевизор Темп, ну, и не только, и радиоприемники вначале, но потом в нем с интервизора перешел. Работал с 1118-го года. Вот, ну, скажем так, сначала идет такое большое стекленное здание, такое помпезное, то есть, к всему, главное здание было, сейчас тоже на ремонте, находится потом, здание Дома культуры, как раньше любили при заводе, ну, соответственно, его отличают колонны, да, по основному фасаду. И дальше идет бывшая конструкторская бюрокомпас, которая выпускала авиационные радиокомпасы, ну, вообще, навигационное оборудование. Ну, буквально, около где-то года или двух назад оно съехало, вообще в этих зданиях сейчас проходит ремонт. В принципе, там в последнее время арендаторы в основном были, разные компании, всякие сервисные, офисные организации. Вот, ну, в последнее время все эти здания как-то, например, ремонтируются, меняются окна, фасады, то есть, все переделал, судя по всему, какой-то бизнес-центр будет, вот, как обычно. Вот, многие отсюда съехали на время ремонта пока. Вот такая вот ситуация. Вот. Ну, и, собственно говоря, далее, это вот с левой стороны улицы заканчивается, с правой стороны отходит малокатарский треуг, затем идет шестиэтажный жилой дом по номерам, 3639 году постройки, у него сам магнит, затем, за этим домом отходит Мишнекурский переулок, и далее идут офисные здания, сначала под номером 38, трехэтажный, 310 года постройки, затем под номером 42, пятишестиэтажный, это бывший жилой дом, скорее всего, затем идет нынешний жилой дом, пятишестиэтажный, действующий, по номеру 44, 327 года постройки, затем идет здание бывшей московской теплосетевой компании, которая ведала для обеспечения тепла в Москве в ближайшем подмосковье, под номером 46, четырехэтажное здание, но сейчас оно выставлено на продажу, компания съехала, ну и заканчивается эта улица большим гостиничным комплексом с гостиницами Меркурия, и без Москова и Агажева, который находится в косичный комплекс между Большой Татарской улицей, Большим Татарским переулком и улицей Бахрушина, который рядом тоже проходит туда, далее, до Садового кольца, здесь начинается и туда дальше до Садового. Вот. Так что такое общее для всех этих ну что, как мы видим, улица интересная, каждое здание практически это легенда, каждое здание история, много интересного, много зданий 19-го и начала 20-го веков, советские здания тоже довольно интересные, есть дома там в стиле конструктивизма 30-х годов, ну в общем, есть что посмотреть, и довольно здесь в принципе улицы довольно-таки тихо, как многие улицы в Зоносква-речной, моли такая все-таки она улица второго ряда, второстепенная и главная в Зоносква-речной, поэтому погулять здесь будет, думаю, интересно и хорошо. Вообще, транспорт по улице не проезжает, но от метро Новокузнецка совсем рядом и чуть-чуть пройти там за садовнический проезд, и в принципе эта улица, она почти рядом с Метроновым. Так что идти не далеко. Приятных прогулок это, но здесь на улице фан.